МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для нашей программы мы вовсюду ищем поклонников неестественной красоты и сторонников вызывающего стиля. Они любят привлекать внимание и считают, что вызывающий образ гораздо выигрышнее, чем неброская естественность. Привет, ПОТ! Ответственный за красоту, привлекательный, обаятельный дроид. Привет, Саша! Ты отлично выглядишь. Спасибо! И сегодня у меня отличное настроение. К нам на косметический ремонт выстроилась огромная очередь. Три девушки стали жертвами дурного вкуса. Веселый фрик! Прическа – это главный атрибут моего образа. Сегодня это фиолетовый цвет, правда, руки потом тоже фиолетовые. Певица-клон! Я не понимаю смысла быть чуть-чуть накрашенной или недокрашенной. Уже лучше перебдеть, чем недобдеть. И большой ребенок! Я люблю розовые юбочки, яркие браслетики, а еще мыльные пузырьки. Итак, ПОТ! Наша первая героиня – это жизнерадостная девушка с разноцветным внутренним миром, которая просачивается наружу и заставляет прохожих оборачиваться и показывает на нее пальцы. Меня зовут Марина, мне 23 года. Я занимаюсь фотографией, у меня нет никакого стиля, я просто яркая. Яркая внутри, яркая снаружи, яркий зонтик и яркое солнце. Прическа – это главный атрибут моего образа. Сегодня это фиолетовый цвет. Правда, руки потом тоже фиолетовые, но я их помою, все будет в порядке. На макияж у меня уходит больше часа, но мне не жалко этого времени, потому что я должна быть яркой, я должна выделяться из толпы, мне это нравится. Я люблю цветные вещи, яркие, несущие настроение. Например, как вот эта юбка. К этой юбке есть такая замечательная сумочка. В таком наряде я люблю тусоваться, гулять. Мне интересно, я открыта для всего нового. Если что-то для меня неординарное, то есть естественный внешний вид. Я молодой человек Марины. Мне она очень нравится, нравится ее стиль, как она одевается. Я бы очень хотел посмотреть, как вы сможете ее изменить. Все равно мой внутренний яркий мир не изменится. Привет, Марин. Привет. Интересно, сколько тебе лет? 23. Ой, еще вся жизнь впереди. А уже седина и вес в ребро. Скажи мне, пожалуйста, и вот чего ты ждешь от встречи с Подом? Посмеемся, посмотрим, что он сможет сделать. Отправляйся к Поду, удачи, давай. Загрузка данных. Имя Марина. Возраст 23 года. Проблема? Радужная болезнь. Привет. Я Под. А ты кто? Привет. Меня зовут Марина. Ты всегда ходишь с такой прической? Ну, иногда еще с синими и розовыми. Это нравится окружающим? Ну, мне все равно, что обо мне подумают. Главное, что мне нравится. Что тебе известно о естественной красоте? Мне не хочется быть серой массой. А какой массой тебе хочется быть? Творожной? Творожная масса вкусная. Только тебе не хватает изюма? Я так не думаю. Тогда обратимся к общественному мнению. Я задал вопрос. Что бы вы хотели сделать, встретив такую девушку? Снять, послать или жениться? Как ты думаешь, что они ответили? Я думаю, жениться. А теперь послушаем, что они ответили на самом деле. Девушка-фрик, это для моего вкуса. То есть я бы ее послал. Однозначно. Даже не хочу услышать мнение этой жалкой серой массы. Ты знаешь, я бы послал, а к черту уже все бежал. В моем кругу общения нет таких людей. А такой бы сбежал сразу. Через пять минут после знакомства. С ума сойти. 90% опрошенных предпочли тебя послать. Хочешь знать мое мнение? Конечно, мой электронный друг. Ты похожа на попугая Кешу из старого мультфильма. Тебя срочно нужно превратить из птицы в человека. Ты готова меняться? Да, для тебя, конечно. Тогда вот твое модное меню. Выбери цвет волос. Русы, шатен, брюнет, каштан. Я выбираю русы. Теперь выбери стиль. Летиция Каста, Кира Найтли, Мила Кунис, Кейт Мосс. Я выбираю Кейт Мосс. Пот может работать только с чистого листа. Запускаю вторую стадию программы преображения. Глубокое очищение. Удали всю косметику. Ну вот, два часа макияжа остались на салфетке. Ты готова к преображению? Да, Пот, я готова. Начинаем. Боже мой, какой ужас. Пот, у тебя походу какой-то сбой в программе. Как тебе новая Марина? Я себя не узнаю. Тебе нравится твой новый образ? Я не могу привыкнуть к себе такой. А как тебе прическа? Мне очень нравится. А макияж? Макияж мне нравится. Давай проверим, что нам скажет общественное мнение. Давай, Пот. Я задал вопрос, что бы вы хотели сделать, если бы встретили эту девушку? Снять, послать, жениться. Скорее всего, бы женился. Да уж. Очень красивая девушка, выразительные глаза. Наверное, я бы на такой женился. О, ну, спасибо, на добром слове. На ней бы я женился, по-любому, по-любому. Понятно. Вот какие правила тебе нужно соблюдать. Чистое лицо без излишков макияжа. Твой природный цвет волос и более женственный стиль одежды. Пот искренне надеется, что ты останешься в этом естественном образе. Прощай, Марина. Прощай, Пот. Детка, что с тобой сделали? Боже, что это? Так, сила я. Знаете, это абсолютно не в моем вкусе. Но, несмотря ни на что, в чем бы она ни была, как бы она ни выглядела, я все равно ее очень сильно люблю. Поду все-таки удалось спасти волосы Марины. Теперь ей придется за ними лучше ухаживать. Вот несколько советов не только для Марины. А вы знаете, что в картошке содержится достаточно количество калия для того, чтобы убрать темные круги под глазами? Нужно взять два ломтика сырой картошки и приложить к глазам. Через 15 минут кожа вокруг глаз посветлеет. Главный совет красоты – это быть как можно выше ростом. Самое главное – больше блеска. Она со мной согласна. Ну и короткое платье, естественно, тоже приветствовать. Для красоты самое главное – это длинные ноги. Подчеркиваем грудь. И ногти. Наша следующая героиня – певица. Она стала заложником своего сценического образа. Он буквально преследует ее. Всем привет! Меня зовут Сара Окс. Я певица. И, конечно же, без яркости во всем у меня мысли в своей жизни. Я давно для себя открыла накладные ресницы. Для моей карьеры это самое то. Я не понимаю смысла быть чуть-чуть накрашенной или недокрашенной. Уже лучше перебдеть, чем недобдеть. Мне очень идет золотой цвет. И розовый сегодня. Вот я такая розовая принцесса. И бубон. Сара – девушка очень экстравагантная. Иногда, мне кажется, она путает сцену и жизнь. У нее очень яркие образы на сцене. Но когда она так же ходит по улице, мне кажется, это напрягает не только меня, но и людей вокруг. Я редко хожу по улице, вот так, пешочком, прогуливаясь на это нет времени. И когда выхожу, вот как сейчас, на улицу, я понимаю, что я отличаюсь. Но я абсолютно не жалею о том, что я отличаюсь, потому что хочется нести какую-то индивидуальность. Пусть она не всем нравится, но это моя работа. И я уверена, что как раз-таки пот ничего нового во мне не откроет. Ну, в любом случае, попробуем. Посмотрим. Привет, Сара Окс. Привет, Саша. Тезка на три буквы. Звучит интригующе. Скажи мне, пожалуйста, а Сара Окс – это единственное, что у тебя есть настоящее? Сара Окс – это единственное, что есть настоящее. Плюс парочка органов внутренних, натуральные. Ну, а душа, говорят, у меня потемки. Возможно, душа мне силиконовая. А вот чувствуешь на себе внимание мужчин? У нас молочное население. У нас люди, мужчины любят грудь. В России 90% таких. И на тебя смотрят все типы мужчин. Ну, если я так валютненько все открою, смотрят. Сиськи правят миром. А, нет, я хочу, чтобы ты поняла, что глаза главные. Глаза, глаза. Все, душа. Душа. Прощай, моя душа. Простой размер. До встречи. Загрузка данных. Имя Сара Окс. Возраст – 25 лет. Проблема выступает. Привет, я Потт, твой электронный гид по стилю. А ты кто? А, я Сара Окс. Ты мне кого-то напоминаешь? На кого ты похожа? Мне все чаще говорят, что я похожа на одну известную актрису – Анастасию Заворотнюк. Но я категорически не согласна с этим заявлением. Анастасия Заворотнюк, наверное, тоже не была бы в восторге от этой идеи. Что ты думаешь о естественной красоте, Сара? Я считаю, что естественная красота в крупном мегаполисе практически невозможна, ввиду отсутствия элементарных условий для поддержания этой самой естественной красоты. Либо ты живешь в мегаполисе и радуешь всех цветом, либо где-то в деревушке, на осеновале, радуешь вкусом какого-нибудь пастушка. Что на тебе искусственного? Это ресницы, парик и частично моя душа. У тебя силиконовая грудь? Нет. Несмотря на то, что меня зовут Сара, у меня нет денег на силикон. Хочешь узнать, что думают о тебе окружающие? Конечно, хочу. Запускаю первый этап программы преобразования облика. Общественное мнение. Я задал людям вопрос. Сколько ей лет? 18, 25 или 30? Как ты думаешь, что они ответили? Мой вариант ответа B. 25. А теперь слушаем их ответы. Ей 30 лет. 30. Ей 30. Люди жестоки. Ты так считаешь? А вот мое мнение. Ты жертва стереотипов. Тебе нужно вернуться к своей естественной красоте. Ты готова к переменам? Я всегда готова к переменам. Тогда вот твое модное меню. Выбери цвет волос. Русы, шатен, брюнет, каштан. Я выбираю темный каштан. Теперь выбери стиль. Пенелопа Круз, рис Уизер Спун, Анастасия Заворотнюк, Виктория Бекхам. Я выбираю первый вариант Пенелопа Круз. Пот может работать только с чистого листа. Надень халат и смой всю косметику. Запускаю вторую стадию программы преображений. Глубокое очищение. Возьми салфетки и стирай. Искусственным ресницам тоже не место на твоем лице. Не для слабонервных. Ты совсем другая. Вес на брови у меня татуажные. Я их не сотру. Вот, смотрите все. Смотрите все. Это, кстати, премиум косметика. Никто бы даже не подумал. Стой смирно. Запускаю третий этап программы преображений. Ого! Как тебе твой новый образ, Сара? Ничего так. Правда, вырез какой-то такой маловат. Маловат. Мне маловато. Я далеко не уеду с таким платьем. Но цвет очень хороший. По цветотипу прям один в один. Я довольна. А как тебе прическа? Прическа нравится. Прическу я так сама себе не сделаю. У меня руки не оттуда растут. Поду нравится твой естественный облик. Ты, микрочип, это говоришь всем. Ты такой же полигамный, как и все мужчины. Давай узнаем, что нам скажет общественное мнение. А давай. Я спрашивал, сколько лет этой девушки? 18, 25 или 30? Слушаем их ответы. Ей 18 лет. Ей 18 лет. Ну, я думаю, ей 18. А жизнь-то налаживается. Люди-то одобреют. Ты хочешь знать, как я добился этого результата? Очень хочу узнать. Пастельные тона, волнистые волосы натурального цвета и незаметный макияж смягчают твой яркий образ. Ты сохранишь его? Я буду этот образ использовать чаще, чем обычно, и буду разделять понятия сцены и реальной жизни. Под считает, что ты очень красива. То, что я нравлюсь технике, вселяет уверенность в то, что я действительно красивый человек. Под прощается с тобой. Удачи! Супер просто! Ты красавица, я просто влюбился в тебя. Супер, платье классное. И лицо вообще такое естественное. Сара просто стала супер шикарная. Эта девушка решила не взрослеть. Она одевается, как клоун на детском празднике. И считает, что чувство стиля и чувство юмора – это одно и то же. Меня зовут Анжелика. Мне 20 лет. В душе я еще совсем маленький ребенок. Поэтому у меня такой яркий, жизнерадостный стиль. Раньше в моем гардеробе были только серые и скучные вещи. Но теперь все изменилось. В нем есть желтенькие футболочки, как солнышко. Розовенькие платьица. А самое мое любимое – это красная юбка. И вот эта желтая маечка. Именно с них началось мое перевоплощение. Одна из основных частей моего детского стиля – это хвостики. Я их очень люблю заплетать. Я подруга Анжелики. И мне не нравится ее стиль одежды. Она ведет себя, как маленькая 19-летняя девушка. Хотя она взрослая женщина. Я люблю розовые юбочки, яркие браслетики. А еще мыльные пузырьки. С ней никуда нельзя сходить ни в клубы, ни в театры. А только на детские утренники. Мне надоели же дневные упреки моих родителей и друзей. Я себе очень нравлюсь. Я считаю, я выгляжу на все сто. Привет, Анжелика. Привет. С куклами до сих пор играешь? Ну, бывает иногда. У меня даже есть одна живая куколка. Да ты что? Да, у меня дочка. То есть для тебя ребенок такая игрушечка? Нет. Ну, просто я не хочу быть взрослой мамочкой. Хочется быть, подставить своей доченьке. Тоже маленькой, юной. Как ты думаешь, если пот, у нас любит естественную красоту, как думаешь, что ему не понравится больше всего в тебе? Ну, наверное, количество блесток на моем лице. Ну, еще, наверное, ногти. Это, наверное, тоже проблемное место. С чем будет трудно расстаться? Ну, конечно же, с юбкой. Да, потому что... То есть, в принципе, все можно снять, юбку оставить, и все будет круто? Нет. Нет? Нет. Хорошо. Ты готова? Да, я готова. На все? Ну, да, на все. Не будешь капризничать? Постараюсь не капризничать. Все, ты пообещала. Удачи. Загрузка данных. Имя Анжелика. Возраст 20 лет. Проблема? Лепит куличики. Привет. Я преобразующий облик дроид. Сокращенно пот. А ты кто? Привет, я Анжелика. Ты потеряла родителей? Нет, у меня есть родители. А почему ты пришла без них? Детям запрещено гулять без присмотра. Ну, я уже не ребенок, я уже большая. Мне можно. Тогда почему ты одета как ребенок? Потому что я не хочу взрослеть, хочу всегда оставаться маленькой и наивной. Что ты думаешь о естественной красоте? В моем случае мне не нравится естественная красота. Что именно тебе не нравится в своей внешности? Наверное, размер моей одежды. Я стараюсь скрыть это все. Ты думаешь, ты это скрываешь? Ну, мне кажется, да. А пот считает, что ты подчеркиваешь свои недостатки яркими красками. Просто серьезно? Хочешь узнать мнение окружающих? Да. Запускаю первый этап программы преображения. Общественное мнение. Я задал людям вопрос. У нее нет проблем, нет времени или нет вкуса? Как ты думаешь, что они ответили? Я думаю, первое, нет проблем. А теперь послушаем, что они ответили на самом деле. Мне кажется, что нет совершенно никакого вкуса. Это глупость. Скорее всего, нет вкуса. Но они не правы, это не так. Большинство считает, что у тебя нет вкуса. Может, это сигнал к тому, что пора меняться? Скорее всего, да. Тогда вот твое меню красоты. Выбери стрижку. Градуированная стрижка, длинная каре, ступенчатый боб, сэссун. Первый вариант. Теперь выбери стиль. Сандра Балак, Кэмерон Гиас, Мила Йовович, Миша Бартон. Миша Бартон. Запускаю второй этап программы преображения. Глубокое очищение. Мне нужно, чтобы ты смыла свою косметику. Блин. Ну ладно, начнем. С глаз. Да, стирать быстрее, чем наносим. Ты очень симпатичная без косметики. Спасибо. Я прям чувствую легкость какую-то сразу. Переходим к третьему этапу программы преобразования облика. Преображение. Как тебе твой новый образ? Мне нравится. Мне реально нравится. Очень. Очень. Тебе нравится платье, которое я тебе подобрал? Платье мне действительно очень нравится. Оно очень мне идет, я считаю. Очень красивое. Давай послушаем, что скажут окружающие. В прошлый раз большинство опрошенных решило, что у тебя нет вкуса. Посмотрим, что они скажут на этот раз. Думаю, нет проблем. Нет проблем. У нее нет проблем. Я согласна с общественным мнением. Теперь у меня точно не будет никаких проблем. Под, спасибо тебе большое. Хочешь знать, как оставаться такой? Давай. Легкий макияж подчеркивает цвет глаз. Румяна натурального цвета придает лицу здоровое сияние. А естественный цвет волос облагораживает твой образ. Под советует тебе сохранить этот образ. Обязательно. Я ничего не добавлю. Запомни, ты пообещала. Под прощается с тобой и желает тебе удачи, Анжелика. Спасибо большое, под прощай. И тебе тоже удачи. Превращай всех в таких же красотых, как я. Какая-то красивая, Анжелика. Привет. Ну-ка повернись, да, посмотрю. Слушай, тебе и правда идет этот новый образ. И тебе нравится? Очень нравится. И прическа, и макияж, все к лицу. Она красавица, это правда. Спасибо, под тебе, что ты изменил меня. Помните Марину, которая красила волосы краской из баллончика и к поду пошла ради того, чтобы просто посмеяться? Ну как, посмеялись? Да, неплохо поржали. А над чем смеялись? Над этим ужасным платьем. Я не привыкла к женственности. Мне не идет этот стиль, я так считаю. Я поменяла немножко образ, да, я сделала более спокойные тона в одежде, вот, но тем не менее у меня все равно остался стиль мой. Ну, у тебя есть возможность сказать подом слова благодарности. Спасибо, под. Это какой-то позор. Я отказываюсь работать с такими упрямыми героями. Мне кажется, кто-то перегрелся и разозлился. Вздор. У пода нет чувств. Ну, не расстраивайся. Ты изменил двух фриков из трех. Это уже успех. Ты мне льстишь. Под недоволен. Человеческая натура непредсказуема. У меня нет к вам доверия. Ты устал. Я тебя отключаю. Спи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok